Как себя чувствует Адаханкин Сабаевич? Ну, вы же знаете, Адаханкин Сабаевич сам по себе человек достаточно такой позитивный. Он мужчина, перед женщинами тем более, как говорится, держится. Мы чуть-чуть пошутили, подняли настроение, не унывает. Он тоже понимает о том, что это тоже есть определенная ступень в жизни, к которой надо перейти. Естественно, он надеется на наш самый честный, гуманный, законный суд. Ну, посмотрим, как вопрос будет решен. Спасибо всем, кто поддерживает. Я думаю, что он это чувствует, передает огромный-огромный всем привет, кто его знает, близким, своим, родным. Естественно, однопартийцам, нашим коллегам большой привет передавал. Некоторые коллеги поддержали, передали, книгу, да, Санкт-Петербург передал, книгу с автографом. Тоже это было для него приятно. Вот, поэтому будем намного надеяться. Да, ты говорила о состоянии здоровья сама еще. Сегодня, сегодня приходил врач, врач осмотрел его, да, с такими заболеваниями, с таким диагнозом, который у него есть. Врач тоже была удивлена, что он содержится в таких местах. Ну, надо же понимать, ему не 18 лет, вот, и мы понимаем о том, что нам особо он не стал жаловаться по состоянию здоровья, но визуально, я вам хочу сказать, видно, что для него это тяжело. Для него это тяжело. Ну, будем еще раз говорю надеяться на наш праведный суд, который все-таки будет руководствоваться только нормами закона. А там посмотрим. А сколько депутатов все это пришло? Пришло у нас два депутата. В принципе, дорога для всех открыта. Кто желает, тот обязательно посетит. Это дело каждого нашего коллеги, каждого депутата.